Рязанова Раиса Ивановна. Раиса Ивановна, скажите, пожалуйста, какие ваши ощущения после проведенного лечения? Никаких, никаких. Такое ощущение, как будто бы я вот как родилась зубами, у меня не было ни молочных, ни зубов мудрости, ничего у меня не было. Сразу родилась с такими зубами. Чувствую себя очень хорошо. Не поняла. Если вы будете так вот журчать, я вам ничего не скажу, потому что я не слышу половину, что вы говорите. Повторите, пожалуйста, ответ на вопрос. Какие ваши ощущения после проведенного лечения? Никаких ощущений нет. Ни удобных, ни неудобных. Ощущение, что я родилась с такими зубами. У меня не было ни молочных, ни зубов мудрости, ничего. Вот как родилась, так вот с такими зубами живу. Если так в принципе может быть. Очень удобно, очень хорошо. Следующее. Скажите, пожалуйста, сколько длилась операция, как прошло лечение в целом? Сколько длилась операция, я не помню, не знаю. А операция в целом, операция, что называется, на лице, после, по-моему, на третий, что ли, день была такая некая-некая легкая припухлость. Мне даже хотелось, чтобы она осталась, потому что как-то при ней морщины разглавились. Такая я кругленькая была, хорошенькая. А потом это прошло, и вот стало то, что есть. Ощущения, естественно, я не помню. Я только знаю, что было совсем не больно. И когда доктор спросил, что вы делали во время операции, я вышивала крестиком. Вышивала крестиком, наверное, потому что я дома вышивала, и мне надо было закончить. И вот как-то у меня осталось в мозгу, и вот я быстро доделывала. Поэтому операция прошла быстро, как мне показалось. Посоветовали бы вы пройти лечение зуба за один день? Да, конечно. Конечно. Когда мне сказали, что за один день, я не поверила. Я не поверила, потому что такого не бывает. А вот на личном опыте, да. Но мне сделали так получилось, что мне сказали, вот мы сейчас сделаем. Или вы подождете? Я говорю, долго? Ну, часа два. Я говорю, два. Долго сидеть, ждать. А у меня с собой ни книжки, ничего. Ну, тогда езжайте домой, а завтра с утра приезжайте. Я говорю, хорошо. Я приехала с утра, мне вставили минут за десять-пятнадцать. И все. И я поехала домой. Как изменилась ваша жизнь после установки несъемного протеза? У меня отпали какие-то проблемы, вот отпали. Потому что, когда на сцене, я все-таки про это немножко помнила. И когда мне сказали, что иногда на сцене вылетают протезы, после этого я стала как-то еще очень сосредоточенной и внимательней, чтобы, не дай бог, такого не произошло. Ну, слава богу, не произошло. Вот. И первое время я все равно как-то про это думала, потому что еще не привыкла. А сейчас просто... Нормально. Нормально. Чувствуете ли вы себя более уверенно после протезирования по методу ОЛОНФА? Да, конечно. Я уже ответила. Очень уверенно. Очень уверенно. И вот сегодня я спросила доктора. Я говорю, а можно яблоки кусать? Он говорит, давайте еще месячишко подождем. Вот тогда можно все. Впуть до орехов, наверное. Ну уж семечки, конечно. Вопросы будут повторяться, но такой регламент взвините. Каковы ваши впечатления от лечения по системе ОЛОНФА? Каковы ваши впечатления от лечения по системе ОЛОНФА? Я не поняла. Ну как вам само лечение? Ваши впечатления от данного лечения? Я его не помню. Я лечение не помню. Потому что мне было не больно. Мне было комфортно. Я вышивала крестиком. Какие может быть впечатления? Самые приятные. Самые приятные. Удовлетворил ли вас результат лечения по методике ОЛОНФА? Да, абсолютно. Я просто даже не ожидала, что будет так красиво, что будет так уверенно, удобно. Я не ожидала. Но так оно есть. Что бы вы посоветовали тем, кто еще сомневается в методе ОЛОНФА? Одну секундочку. Да, мы можем. Что бы я посоветовала? Во-первых, я не то чтобы посоветовала, а когда рассказала вот это все, и когда люди посмотрели, то тут же говорят, а у тебя адресочка нет? Я говорю, есть. Я дала телефон, и не знаю, будут звонить, не будут звонить, договорятся, не договорятся, это уже дело индивидуальное, дело каждого. Но, естественно, когда, если меня будут спрашивать, то я обязательно посоветую. Обязательно. Потому что, особенно актерам, конечно. Ваше мнение, рабочие врачи, персоналы клиники в целом? И персонал я просто знаю вот и здесь, и то, что прихожу. Здрасте, Раиса Ивановна. Когда первый раз пришла, меня встретили вот с таким букетом. А врача я знаю вот только Николая Семеновича Кислицу, который, как мне сказали, лучший доктор в этой клинике. Лучший доктор Николая Семенович Кислица. Запомните. Что вы можете пожелать клинике и ее пациентам? Клиники побольше пациентов. А пациентам побольше доверия этой клинике. Мне кажется, так. Вернуть зубы за один день – это реально? Реально. Убегайте, пожалуйста, не убегайте. Все, спасибо огромное. Вернемся к тому, вот, конечно. А вот еще раз